Добрый день, ребята! Откройте свои рабочие тетрадки и запишите дату сегодняшнего урока. 20 апреля. Классная работа! А теперь небольшой тестик. Вы должны записать ответы буквами или цифрами. Первое задание. Выберите, запишите правильный ответ. Что такое глагол? Задание номер два. В неопределенной форме глагол не указывает. Третий вопрос. Глаголы совершенного вида указывают. Выберите правильный ответ и запишите его. Четвертое задание. Какие глаголы разноспрягаемые? Пятое задание. Укажите глагол в изъявительном наклонении. Шестое задание. Укажите глагол в условном наклонении. А теперь проверьте полученные ответы и оцените себя. Критерии оценки вы видите на слайде. Прочитайте, пожалуйста, выразительное стихотворение Вадима Шефнера. С помощью каких слов автор призывает нас внимательнее относиться к каждому мгновению жизни? Выпишите эти слова. Проверяем. Не привыкайте. Дивитесь. Дивитесь. Не привыкайте. Тянитесь. Приклядывайтесь. Прислушивайтесь. Прикладывайтесь. Впадайте. Скажите мне, пожалуйста, в каком наклонении стоят данные глаголы? Сформулируйте тему нашего урока. Все верно. Глаголы стоят в повелительном наклонении. Тема нашего урока – повелительное наклонение. Молодцы. Запишите, пожалуйста, в тетрадь. Глаголы в повелительном наклонении обозначают действия, которые кто-то требует или просит выполнить. На уроке мы с вами должны узнать, что обозначают глаголы в повелительном наклонении, выяснить, как изменяются глаголы в этом наклонении и как образуется форма повелительного наклонения. Мы выписали с вами глаголы в повелительном наклонении и стихотворение. Давайте посмотрим, на какой вопрос отвечают данные глаголы, на вопрос «что делаете?». Ответьте, пожалуйста, что они обозначают. Они обозначают какую-то просьбу. Все верно. В каком они числе? Во множественном. Молодцы. А теперь, пожалуйста, поставьте эти глаголы в единственное число. Проверим. Ответьте на вопрос «как изменяются глаголы в повелительном наклонении». Мы с вами должны запомнить, что глаголы в повелительном наклонении не изменяются по временам. Чаще всего глаголы в повелительном наклонении употребляются в форме второго лица единственного и множественного числа. А теперь, пожалуйста, откройте учебник на странице 121 и ответьте на вопрос «как образуется форма повелительного наклонения?». Если вы какую-то информацию знаете, отмечайте знаком «плюсик». Если не знаете, отвечайте знаком «минус». Страницы учебника, на которой вы можете найти данную информацию, указаны на слайде. Это страница 121, 123 и 124 учебника. Прочитайте внимательно правила и ответьте на вопрос. Продолжаем наблюдение. Мы уже с вами сказали, что глаголы в повелительном наклонении употребляются в форме второго лица единственного числа. Глаголы в повелительном наклонении образуются от формы второго лица единственного числа с окончанием «те», если стоят в форме второго лица множественного числа. И если глаголы повелительного наклонения стоят в третьем лице единственного и множественного числа, они образуются «пусть» или «пускай» плюс форма извительного наклонения. Запишите, пожалуйста, данную информацию себе в тетрадь и выучите данное правило. На странице 121 перед вами табличка. Обратите внимание, как образуется повелительное наклонение в единственном и множественном числе. В табличке указаны суффиксы и окончание глаголов повелительного наклонения. Выучите данную таблицу. И в первом лице множественного числа глаголы повелительного наклонения образуются от глагола «давай» или «давайте» плюс форма извительного наклонения. А теперь работа по вариантам. От данных слов образуйте глаголы в форме повелительного наклонения в единственном числе. Графически обозначьте суффикс, если он есть, и основу глагола в настоящем и будущем времени. Графически обозначьте суффикс, если он есть, и основу глаголы повелительного наклонения. Проверим. Выделили все суффиксы и основы слова. Теперь работа с учебником. Откройте, пожалуйста, упражнение номер 548 на странице 122. Вам необходимо прочитать стихотворение, выписать только глаголы в повелительном наклонении и указать лицо и число, обозначить суффикс в глаголах повелительного наклонения. После того, как вы выполните данное упражнение, вам необходимо выполнить упражнение 552. Читаем задание. Замените глаголы несовершенного вида глаголами совершенного вида. Определите, какие это глаголы, переходные или непереходные. Образец выполнения дан в учебнике. Не забывайте выделять суффиксы, окончания и орфограммы в данных упражнениях. Продолжаем работу. В каких случаях используются повелительные наклонения? Чаще всего, как мы с вами знаем, что повелительное наклонение – это просьба, приказ. Чаще всего это, конечно, памятки, с которыми мы с вами встречаемся в повседневной жизни. Плакаты, какие-то обращения в виде стен газеты. И вот перед вами памятка «Правила поведения в школе». Прочитайте, пожалуйста, данную памятку и найдите глаголы в повелительном наклонении. Проверим. Это глаголы «Уважай», «Оставляй», «Следи», «Отключай», «Позволяй», «Относись». Данные глаголы стоят в повелительном наклонении. Теперь задание. Составьте памятку, как вести себя в лесу. Обязательно используйте глаголы в повелительном наклонении. Буквально 5-6 предложений. А теперь, ребята, откройте дневнички и запишите домашнее задание. Параграф 93 «Выучить правила», «Повторить изученные орфограммы», упражнение номер 554. Вам необходимо записать пословицы, графически обозначить орфограммы, над какими двумя видами орфограмм вы работали. Образец выполнения дан в учебнике. Благодарю за внимание. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...